Всем доброго времени, с вами Марета. Сегодня мы сделаем такой расклад. Тебе письмо с того света. Посмотрим, кто хочет с тобой связаться, кто хочет что передать. Посмотрим, что за душа к нам вышла, что за душа пришла к нам на расклад. Здесь не будем загадывать определенного человека. Здесь просто информация с потока. Сейчас посмотрим, кто желает с вами поговорить. Информация с того света для вас сейчас. Сейчас встретим душу, может быть не одну душу из мира мертвых, которые хотят пообщаться, которых что-то хочет рассказать. Может это не одна душа и не обязательно, что эта душа должна быть вашей родственной. Может здесь душа того человека, которого вы не знаете. Заодно я посмотрю вместе с вами. Также напоминаю, что расклад является общим. За более личной консультацией вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Сейчас посмотрим, что это за душа, какой смертью она умерла, как покинула мир и что она хочет вам все-таки сказать. Итак, поехали. Эта душа очень много трудилась и работала, когда была живой. Эта женщина, которая трудилась постоянно. Её работа была смыслом её жизни. Эта женщина, которая всегда была чем-то занята. Это даже если она была больной, даже если ей, знаете как, не здоровилась, даже если она плохо себя чувствовала, она постоянно работала. Эта женщина работала с ранних лет. Это та женщина, которая, возможно, работала и при смерти. Она работала, возможно, и в тот момент, когда болела чем-то тяжёлым. То есть она говорит о том, что она любила работать. Это единственное, что её отвлекало. Возможно, эта женщина имела либо свою фабрику, либо свои какие-то полисадники, сады, я не знаю, теплицы. Она говорит о работе, о работе, о мире во всём мире. Но эта женщина озлобилась в последнее время, она закрылась, ушла в себя. Здесь вы так и не смогли её отпустить. От пяти до двенадцати, может быть, в числах пять-двенадцатых каких-то числах месяцев она умерла. То есть она рассказывает о том, что уходила как-то медленно, то есть знала свой уход. Что смерть передвигалась к ней медленно, она как будто ощущала, как будто бы чувствовала эту смерть. Это женская энергетика, женщина, которая любила работать, женщина, которая не привыкла сидеть на месте. В последнее время она сидела на каких-то лекарствах, на каких-то препаратах. И всё-таки у неё был шанс того, что она будет жить. Но вы не думали, что она уйдёт так резко. В последнее время, вы знаете, возможно, у вас были скандалы, у вас были какие-то пересорки, недомолки. То есть вы друг друга не понимали. Хитрость, обман, недосказанность у вас была, недосказанность, да. Как вот с обидой, с обидой вы её похоронили, с обидой она ушла, с обидой вы её похоронили. Как будто какие-то натиски, как будто она какой-то надзиратель была в последнее время, какие-то отношения тяжёлые. Она говорит, что она отбивалась от смерти, да, она отбивалась от смерти. У вас было очень много споров насчёт денег, конфликтов насчёт денег. Она отбивалась, то есть отбивалась, вот как-то вот её била болезнь, она отбивалась, её била болезнь, она отбивалась, её била болезнь, она отбивалась. Кошмары, ночные переживания, страхи, боли Здесь просто на эту женщину налетали много болезней Возможно, было очень много уколов, очень много было капельниц Эта женщина могла болеть сахарным диабетом Скорее всего, я склоняюсь, что это ваша бабушка пришла на расклад Да, я склоняюсь, что это ваша бабушка пришла на расклад Потому что здесь как будто женщина лет 65-70, которая покинула этот свет Она рассказывает о том, что всегда, всегда, ну не сиди на месте И я работала, и ты работай То есть рассказывает про работы, про то, что она всегда была на, возможно, позитиве Любила поговорить, любила пошутить Хорошо, скажи, я достала эти две карты Что передаёшь живой душе, которая смотрит тебя сейчас? Я знаю, что ты хочешь лёгких перемен, лёгких событий жизни Я знаю, что ты хочешь что-то лёгкого, что ты устала, что ты закрылась Что у тебя перевернулась жизнь, повернулась на 90 градусов Возможно, сейчас ты страдаешь из-за денег Ты страдаешь от боли, к тому, что многие люди тебя не понимают Ты страдаешь по какому-то мужчине, вот карта осталась, который тебя отпустил Я хочу тебя исцелить, я даю тебе исцеление как-то через сны, даю исцеление Защищаю тебя через... Ну я у меня нету... Знаешь, сейчас я не могу физически как-то обнять тебя и защитить тебя Я в ограничениях, но я стою на защите Моя душа стоит на защите, и ты иногда меня ощущаешь около дома, возле дома Там, где ты живёшь сейчас Даже если ты живёшь не у нас дома, где мы жили раньше Моя душа приходит туда для того, чтобы сказать тебе Ты сильный человек Уходи из своих ограничений Все ограничения только в твоей голове На самом деле, сейчас она ещё про какого-то мужчину говорит Она говорит ещё, на самом деле смерть не такая страшная На самом деле смерть — это не страшно Мы просто уходим из физического тела То есть она говорит, что я не могу физически тебя обнять У меня есть ограничения Но я хочу, чтобы ты знала, что я навсегда на твоей страже Даже чтобы мы в последнее время плохо понимали друг друга Что за мужчину ты? Вот он, кто такой этот мужчина? Она рассказывает, что какой-то мужчина сильно ожидает встречи с тобой И он ждёт этой встречи Зачем? Этот мужчина к тебе привязан духовно Она говорит про какого-то мужчину, который духовно привязан И он страдает И ты страдаешь Есть какой-то мужчина и ты И вы духовно привязаны к друг другу Вы духовно привязаны к этому человеку Вы духовно привязаны И этот человек хотел бы поговорить Этот человек хотел бы он просто идёт к тебе для того, чтобы поговорить с тобой, он идёт к тебе, он очень сильно думает, но этот человек совершил какую-то ошибку, какую-то ошибку перед тобой, хорошо, душа моя улетела, но ты ощущала меня и ощущаешь меня сейчас, очень много двойственных ситуаций, ты из-за этого переживаешь, я на тебя смотрю, и ты находишься, ты думаешь сейчас, что ты делаешь что-то неправильно, да, есть у тебя ошибки, то, что ты делаешь сейчас неправильно, ты сама понимаешь, но ты, у тебя есть выход, но ты его не видишь, надо посмотреть немножко по-другому, посмотри по-другому, посмотри, окружися, покружися вокруг, выход есть, не принимай мужчин, тех, которые тебе не нужны в сердце, ты уже понимаешь, что они тебе не нужны, у тебя есть какой-то мужчина, который ожидает, это, скорее всего, ваша бабушка на связи, который ожидает тебя, но ты не понимаешь, что он ждёт тебя, дальше она говорит о каком-то, знаете, как наводнении, что ли, как кто-то что-то готовит против тебя, что кто-то готовит ударить тебя в цель, прям в цель, давайте посмотрим, что это за человек, прям целится тебя ударить, этот человек за тобой наблюдает, с целью какой, это могут быть или родственники, или ударить по семье, сейчас посмотрим, то есть этот человек, он сидит в тени, но он хочет ударить, показать свою силу, проявить силу в сторону тебя, он боится тебя, с этим человеком у вас произошла трансформация, вы перестали общаться, этому человеку интересно, как вы, она рассказывает это, и, то есть он не знает, как, то есть рассказывает про какую-то вражину, которая хочет ударить по вам, хорошо, ладно, мы поняли, но вы сильная, вы сильная, рядом с вами ещё сильный ребёнок, несмотря на то, что он маленький, в будущем будет он вам помогать, многих людей ты поведёшь за собой, многие люди хотят идти за тобой, многие люди тебя любят, единственное, что ты очень мало приходила ко мне на могилу, приди, пожалуйста, ко мне на эту могилу, приди ко мне на эту могилу, очень многих людей ты затмила своей красотой, даже я не ожидала, что ты будешь такой сильной, вот, даже я не ожидала, что ты будешь такой сильной, да, ты переживаешь из-за своей фигуры, не переживай, она говорит, она восстановится, ты сильный человек, я вижу, что ты сильный человек, ты водной стихии, она говорит, но ты огненная, не сдавайся, даже кто-то постучал ко мне да сейчас даже может душа и не сдавайся то есть она говорит да что кто-то здесь может любить танцы танцы любить есть очень много поклонников есть очень много воздыхателей которые просто да вот восхищаются вами несмотря на то что мы с тобой в коме умерла по ходу в коме то есть говорит она да я всегда освещаю путь твой путь я всегда освещаю твой путь и когда я вижу что кто-то на тебя я как будто бы предупреждаю тебя во сне ты для меня ребенок я желаю тебе успеха и я желаю тебе чтобы ты услышала что у тебя еще будет ребенок и это боль в груди боль огонь или от инфаркта умерла ли что-то сердце потом она говорит что очень больно тебе ты плачешь настолько больно как будто вот ты хочешь куда-то бежать не стоит бежать встречай все свои страхи иди к своему страху и там ты обретешь победу она говорит люди думают что ты легко танцуешь в танце что тебе легко но они не знают как тебе тяжело как тебе больно на самом деле она говорит что за тобой и темные силы стоят и высшие силы белые и темные стоят она предсказывает еще какую-то беременность женской энергии бессмысленно искать со мной встречи только поговорить можешь может во снах ты меня увидишь прости что я обижала тебя прости что я говорила что-то на тебя я вижу какая ты сильная и я вижу как тебе тяжело я вижу я могу тебя похвалить за то что ты идешь вперед да это скорее всего это либо мама либо бабушка она говорит время все расставить на места и все что у тебя сейчас задержалось все придет к тебе во время ты очень многих вдохновляешь многие черпают с тебя энергию ты как вдохновляешь многих она даже говорит что кто-то кто-то какой-то влюбленный хочется она знает уже того мужчину кто хочет с вами встретиться она говорит жди бывшего на поклон вот что она говорит то есть она уже понимает и она говорит что я бы все вернула назад чтобы встретиться да но это трудно сделать это больно сделать это тяжело это невозможно помню не обижайся на меня не обижайся не закрывайся кто-то мечтает о красивом доме о большом красивом доме у вас будет это дом она говорит что будет тот дом который вы очень сильно хотите вы его приобретете всех рада была видеть ну а за личными раскладами вы можете обращаться ко мне на ватсап всем благ всем добра что вы можете обращаться ко мне на ватсап